всем 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 привет всем привет из канады с вами снова я дита записываю видео все еще из дома и вот решил с вами поделиться вот чем я отступление короткое красные губиши себе нарисовала я вообще обычно очень редко пользуюсь такой яркой красной помадой я сначала когда я накрасила случайно не тот тюбик взяла и вот перепутала и подумала боже какой уж а вот перед камерой сижу и вроде ничего а в жизни ужас но вы понимаете насколько камера вообще очень много что меняет восприятие цветов восприятие отношений цветов друг другом и вообще все меня камера очень много не помните ну ладно неважно отступление значит обувь я конечно большой коллекционер обуви у меня и очень много и разные всякой это забываю пока у меня есть я не успеваю все носить но мне нравится я люблю красивая вот я даже иногда покупаю просто для вот стоит красивый радует глаз вот такой вот я шпагоник да ну у меня есть несколько пор обуви которым очень много лет и который я храню и нашу не просто храню а нашу никогда не избавлюсь от них никогда их не выброшу вернее выброшу когда они развалятся на на части наверное уже совсем а пока они так сказать существуют и целые в них еще можно ходить я их буду хранить хотя некоторые из них имеют не самый уже лучший вид некоторые уже немножко облезли ободрались уже такие знаете поношенные потертые не очень новые но знаете как есть вещь которые мы не всегда же все как бы на мы же не на сцене понимаете это жизнь если я надену ботинки которые немножко потертые как бы еду просто на работу магазин или еще куда-то абсолютно никому от этого будет ни жарко ни холодно неплохо не хорошо поэтому я конечно же и храню люблю и буду вот хранить сейчас я мог покажу и объясню за что их люблю и чем они мне дороги и надеюсь вам будет это интересно забавно развлекательно все давайте смотреть что давайте начнем с ботинок я долго думала с чем начать ботинки псоножки сапоги ну туфли так начнем с ботиночка значит у меня есть такая вот пара ботинки носки из ткани она немножко с каким-то таким видите чуть-чуть какой-то такой блеск в ней наблюдается знаете что я их потом примерю наверное сниму крупным планом на ноге чтобы здесь вот не тыкать вам ботинком в нос а уже когда он будет на ноге я его сниму то как бы поставлю может фотографии рядом или видео где я в них так вам будет понятнее но пока буду говорить небольшой каблучок тоненький но очень удобный боже нас такой огромного цикла за гремит я ради что он не слышно в общем то они вот так не очень высокие значит сделаны из ткани тянут такой резины но не резины а прорезины немножко такой знаете как будто ткань такая в мелкие даже не знаю как объяснить но не важно в общем из ткани сапоги чулки ботинки чулки супер удобные я вообще очень люблю ботинки чулки потому что они как бы при том что они ботинки при этом они все равно мягкие и вот вы вроде бы в ботинках а вроде бы у вас как будто бы просто кусок ткани потому что никакая кожа никогда не будет так удобно на ноге как вот просто вот такая вот тягучая резиновая ткань понимаете плюс ко всему еще за что я люблю вот эти вот ботиночки чулки такие потому что они очень хорошо очень красиво облегают ногу и принципе ну очень комплементарно к ноге потому что вот нога не болтается в них там ничего нет самая очень как раз вот вот так вот облегают ножку и это очень красиво очень элегантно очень изящно всегда выглядит под брюки можно под юбку под платье под что угодно ну и плюс черный цвет вообще абсолютно всегда и ко всему 100 лет им купила их даже по-моему размер на размер больше чем мне нужно это седьмой а я вообще ношу ботинки 5 6 ну они как-то вот мне удивительным образом подходят и вот такие вот с удовольствием нашу до сих пор хотя и много лет кстати это был такой тренд вот он как-то промелькнул да и и было много в магазинах все масс-маркеты сделали все потом они исчезли потому что ну как бы тренд прошел но по моему вот это вот совершенно вне тренда это такой ботинок и ботинок он совершенно никак никогда не выйдет из моды и никогда не будет анти тренда и по удобству конечно нету равных я рада что их купила когда они были в моде потому что сейчас вот их почти нигде невозможно купить следующие ботинки вы тоже наверно их нам не видели явных часто там сделаю съемку и записываю видео когда хожу по магазинам делаю это потому что они очень удобные и когда я хожу по магазинам и снимаю то мне конечно вот долгое время надо находиться на на ногах во первых хожу по магазину иногда снимаю обзор магазина иногда снимаю примерки там же сразу иногда я иду с работы практически всегда то есть я уже как бы восемь часов отсидевший ну хотел сказать стоявшим на самом деле отсидевший но все равно я же двигаюсь на работе немножко то есть после 8 часов рабочего дня хоть и сидя но мне все равно как бы нужно чтобы было удобно и вот но при этом это каблук он как бы поднимает немножко выше и делает ногу очень изящно и вообще все фигуру опять же какое-то время назад был помните тренд мне кажется он до сих пор есть когда были в моде разные всякие такие странники и каблуки сначала вошли в моду такие прозрачные пластиковые каблуки по моему опять же они до сих пор как бы не очень вышли из тренда ну не то что это не тренд но это не то что анти тренд это не то что прям уже не модно и модно и стали металлические каблуки в моде и стали разные ну очень всякие всякие разные фигурные разные такие цветные и вот в тот момент много лет назад я купила много ну лет шесть-семь наверно я купила вот эти ботинки ну когда это был тренд может меньше чем шесть-семь чуть может я путаю ну может пять ну в общем это уже очень давно вот эти вот каблуки разноцветные разные какие-то блестящие или какие-то прозрачные пластиковые очень давно вошли море короче я купила эти ботинки они были не то чтобы очень дорогие они то чтобы очень дешевые ну что-то 100 чем-то долларов меня не так безумно понравились что я сказал нет я ж ничего не покупаю без распродажи а тут вот я взяла схватила за полную цену представлять как они мне понравились вы знаете что я хочу сказать они супер удобные они видите уже такие довольно довольно поношенные и довольно такие уже видавшие виды но тем не менее вполне еще сохранившиеся вот такой вот сделан из такой вот кожи как будто бы под не знаю чешучитая какая-то не знаю что такое здесь вот у них вот сделана резинка то есть такой сапожок челси как будто бы у них нет замка но они такие мягкие такие удобные и вот этот каблук он настолько не не чувствуется что им вот нет цены правда при этом они очень красиво выглядит интересно необычно такову действительно необычный и по-моему даже если это выйдет из моды вот это вот вся история с этим каблуками странными но мне кажется что вот это нет потому что он такой в меру умеренно сумасшедший но немножко такой сумасшедшенькой но не сильно следующие ботинки мне даже стыдно немножко их показывать потому что они уже такие заношенные такие старые но ничего удобнее и подходящий к очень многим моим аутфитом я иногда не могу найти при том что у меня миллион кучи всякой обуви и такие ботинки ну тоже как бы челси немножко челси немножко казаки я даже не знаю как точно их обозначить замшевые куплены за три копейки абсолютно у нас был когда-то магазин for a 20 21 девочки канадки которые американки знают такой магазин он у нас канаде закрылся он был очень дешевый магазин молодежной моды там продавались просто очень дешевые во всех отношениях как в отношении цены как в отношении как это выглядело вещи для девчонок молодых значит я туда захаживала иногда за украшениями потому что там они были интересные украшения тоже не очень дорогие на сезон поносить вполне вы за украшениями и мы все иногда у них проплывали очень хорошая купила там могу фразу говорить иногда у них проплывали очень хорошие вещи один раз я купила там замшевый красный плащ на натуральный замши на какой тоже распродаже на большой там он стоил 25 долларов короче в основном вещи не были очень дешевые вот эти ботинки значит сделаны из натуральной замши когда я говорю что это из форева 21 никто не верит потому что обувь у них ужасная неудобная некрасивая вот такая стриптизерская знаете такой вид у нее и вот эти вот ну просто так получилось что они так стояли тихо никого не трогали я посмотрела на них я в них всунула ногу и они настолько удобные они как тапки ну вот как совершеннейшие тапки тоже очень удобно что надо замок расстегивать застегивать вот есть вот здесь вот эта резинка значит они настолько универсально ко всему подходят что когда мне нужно надеть что-то быстро не думая о том что я надеваю когда мне нужно чтобы нам не было удобная обувь небольшой каблучок но чтобы это было удобно и в общем то нужно ходить и я как бы вот но какой-то там большой выход а просто мне нужно куда-то пойти чтобы выглядеть более-менее ничего но не бог весь как очень тяжел вот я их надеваю всунул ногу и пошел причем я в них я в них хожу я не ношу даже в них носки внутрь на ногу не надеваю потому что они настолько удобные мягкие что я абсолютно могу в них целый день проходить без носов без ничего каблук очень удобный колодка очень удобная замша мягкая удобная комфортная такой песочный цвет ни к чему не обязывающий они таки немножко ковбойские знаете когда я так что-то такое надеваю с какой-то такой найти бога ковбойский стиль вот они супер они незаменимы и с джинсами хорошо чем угодно так ну что перейдем к сапогам перейдем к сапогам так знаете что я вам сразу покажу две пары потому что не будем долго это как бы нечего рассусоливаться с ними вы сто процентов их нам не видели много раз опять же потому что я в них очень часто хожу в магазин когда мне нужно снимать почему потому что во первых они очень удобные вот это те самые заровские сапоги которые купили абсолютно все у которых всех блогеров не у блогеров они абсолютно у всех есть зарых делает несколько лет они делали до сих пор они сделали всех цветов от вот таких вот светло молочных вот таких вот бордовых под крокодила просто черные какие-то желтые голубые красные они всех 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 цветов есть они есть у всех по моему и все их очень хвалят я видела девочек блогеров которые не вылезают из из гучи его и виттонов и они тоже рассказывают что вот у них вот есть вот эти вот сапоги заровские они с удовольствием носят ничего удобнее никто не придумал сейчас скажу про про бренда ну смысле дорогой смысле люксово вот значит вот такие вот вот такие молочные и вот такие вот бордовые под крокодила подходит абсолютно ко всему абсолютно ко всему любовь наряду очень удачно очень удобно сидят очень удобно колодка очень удобно каблук небольшой при этом он есть понимаете то есть вот они не на плоском ходу каблучок вроде бы имеется но при этом они страшно удобные вот такой вот удобно к облук удобная колодка опять же те кто ругал царовского я хочу сказать что это не ну В зале есть очень удобная кожаная обувь, которую вот носится и носится, причем это признается не только мной, а нам очень многими людьми. Ну, не всегда, конечно, есть у них много барахла, но есть очень удобные дачные, так скажем, сапоги, вот, например, как эти. Они пользуются очень большой популярностью, у нас их раскупают практически до того, как они выходят на распродажу. Мне просто везет, потому что у меня шестой размер, и он часто остается, поэтому я покупала их, когда они стоили долларов 50 уже на цели, по-моему, оригинальная была их цена долларов 200. Вот, вот тоже я буду их носить, носить и носить, никогда от них не избавлюсь, потому что еще мне кажется, что они вообще, в принципе, никогда не выйдут из моды, потому что такой, ну, нейтральный фасоль, нейтральный каблук, нейтральный, не длинный, не узкий нос, не тонкий, какой-то не худой. В общем, такие, очень-очень нейтральные в оттенке сапоги. Что хотел сказать про дорогую обувь, брендовую, я подбрендовую, я имею в виду люксовую. Я, конечно, не мерила все, но примеряла я как-то Гуччи, у меня до сих пор есть какие-то босоножки Гуччи, примеряла я другие Гуччи, примеряла я, были у меня Кристиан Диор. Сейчас скажу, почему, не потому что я такая тут богачка сижу и хвастаюсь, а потому что я работала в свое время в магазине, в одном из атлетов местных канадских, куда залетала вот такая вот иногда люксовая обувь. И поскольку я была при кассе, так скажем, то мой размер, который очень, вот пятый размер, который, в общем, ни на кого не навязает, он всегда оставался до самого конца распродажи. Я их как бы пасла, 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 и когда они выходили на самую уже большую распродажу, я их покупала там, не знаю, у меня были босоножки Кристиан Диор, я покупала их долларов за 45, вот так, то есть даром практически. Что хочу сказать, какого-то великого удобства или чего-то такого супер невероятно удобного в них я, то есть, ну, обычные босоножки, не то что супер, прям уж такие удобные. Одни были босоножки Гуччи, которые я вот мечела на них свой, как бы, глаз, но я когда их увидела, они пришли в магазин, я их увидела, я подумала, ой, они были красные, они были такие красивые, я подумала, вот если они выйдут на распродажу, и мне достанутся, я их куплю. Но померившие их, я подумала, я их не куплю даже за бесплатно, потому что в них можно было только сидеть, вот я вам клянусь, в них нельзя было даже стоять, они были настолько неудобные, настолько ужасно неудобные, не просто там, ну, как, ну, вообще, в них можно было только сидеть. Я вот зуб даю, то есть, поэтому вся вот эта вот история с очень дорогими люксовыми брендовыми шузами, это все, как бы, очень спорно. Так, девочки, время бежит, а у нас еще много чего впереди. Еще одни сапоги, очень старые, вы, наверное, видите, они уже такие затертые, наверное, знаете, вот им точно лет 15-17, вот клянусь. Я не знаю, что за бренд, я не помню, это такая, знаете, вывернутая кожа. Телефон мигает, надо его убрать. Он вас отвлекает, надо. Знаете, вот это вот, это не замша, а вот как это называлось, вывернутая кожа. Видите, они уже тут вот немножко лоснятся, блестят, потому что, ну, слушайте, столько лет. У них очень, они очень обычного дизайна, вот здесь вот эта вот пряжка, кожаный вот здесь вот такой ремешок. Каблук. Обычно совершенно стандартного размера, вот такой вот, небольшой, немаленький, тонкий, но очень удобный. Вот они тоже, знаете, настолько хорошие и удобные. Во-первых, невероятно мягкая, удобная кожа. Очень удобный каблук, очень удобная колодка. В общем, в них как в тапках, в них можно ходить, ходить и ходить целый день, и ничего с ними не будет. Одно время я их очень носила хвост и в гриву, и вы видите, наверное, результат. Потом я их как-то немножко отложила, потому что я подумала, что если я их сношу, то я вряд ли найду вот такие вот черные, нейтральные, ко всему подходящие сапоги. Чтобы они были при этом удобные, чтобы они при этом были красивые, чтобы они были при этом мягкие, и чтобы не надо было за них отдать ползарплаты. Вот, и сейчас я немножко так их берегу, потому что они уже так довольно затерлись. Я не знаю, вот честно говоря, надо будет сходить, может быть, их к мастеру, может, их можно как-то восстановить, потому что, видите, вот, ну, как бы они уже такие немножко видно, что станет. Вот, но я вам хочу сказать, что вполне еще имеют приличный вид для того количества лет, которые я их ношу, и для количества разов, что я их надевала. То есть когда-то я их вообще не снимала, я их носила всю вот осень-весну, потому что зимой у нас в такой обуви особо не походишь, а вот осень-весна я их вообще не снимала, и они еще вполне неплохо сохранились. Вот, вот эти сапоги. Так, мы переходим к туфлям, девочки. Значит, туфли компании «Иванка Трамп». Я, по-моему, вам когда-то про нее рассказывала. Самые удобные туфли, которые у меня есть, это вот эти туфли бренда «Иванка Трамп». Я не знаю, если он еще существует, мне кажется, что она закрыла свою компанию, ну, там, не важно. Знаете, что я вам хочу сказать? Они тоже очень уже старенькие у меня, и очень уже тут вот немножко потертые, здесь вот какие-то побитые внутри и снаружи, замшевые туфли. Очень классический дизайн, вот такая вот темного золота перепонка, застегивается вокруг щиколотки. Вот такой вот каблучок, не очень большой, не очень маленький, но абсолютно идеальные. Идеальные, я считаю, абсолютно туфли. Опять же, я в них могу протанцевать всю ночь, вот поверите или нет. Вот с таким вот каблуком. Мягкие, комфортные, абсолютно ко всему подходят. Ну, вот посмотрите, их можно носить с чем угодно, их можно надеть абсолютно с чем угодно. Их можно носить на выход, их можно носить на каждый день. Опять же, если мне нужно где-то долго ходить, но при этом нужен каблук, какой-то такой элегантный лук, так скажем, то я всегда их надеваю. Следующие босоножки. Это Zara. Тоже вы видели, наверное, на мне их. Значит, вот такие вот, такого как бы странного цвета. Не базового, так скажем. Не базового, не классического. А вот такой вот оранжево-персиковый цвет. Но на мое удивление, они абсолютно-абсолютно много к чему подходят. Хотела сказать абсолютно-абсолютно ко всему, но это неправда. Не абсолютно ко всему. Они очень много к чему подходят. При этом, как ни странно, вот при таком вот цвете, вот я их ношу с очень-очень многими вещами. Абсолютно. Вот, допустим, даже вот с этим вот платьем, в котором я сейчас сижу, оно такого цвета морской волны, темной морской волны. Ну, вот прекрасно выглядит вот с этим цветом. То есть, он настолько какой-то нейтральный, что абсолютно я ношу их с очень-очень многими своими отфитами. Как это ни странно. Каблук небольшой, исключительно удобный. Вот закрытый носок, и за счет этого они выглядят очень элегантно. Очень мягкие. Это тоже замша. Опять же, говоря про заорусскую обувь, очень удобные. Ну, что сказать, я не знаю. Удобные, мягкие, комфортные. Имеют каблучок, имеют очень элегантный вид. Сто лет им в обед. Выглядят они вполне себе еще прилично. Не думаю, что вообще они когда-нибудь из моды вот такого типа босоножки. Потому что это такая классическая классика, которая никогда вообще, в принципе, не выходит из моды. Еще одни босоножки, как ни странно, такого же цвета. Я только сейчас это поняла, вот когда стала вам показывать. Это такой, знаете, фасон из подрели. Не помню, сколько им лет, девочки. Ну, лет 8, наверное, тоже, если не больше. Вот тоже вот такой вот цвет, который летом абсолютно прекрасно сочетается с очень многими вещами. Я их очень ношу много, практически, вот знаете, так на каждый день. Потому что вот эта танкетка, она очень удобная. Я ищу себе подобную обувь, ну, другого цвета. Почему другого цвета? Потому что все-таки вот этот розовый, такой розово-персиковый, он не 100% совсем сочетается. Он очень много совсем сочетается. Но есть какие-то вещи, которым он не очень подходит. Хотя, честно говоря, я ношу, ну, и не запариваюсь. Ну, к чему может не подходить? К зеленому, к желтому, ко всему подходит, на самом деле. Знаете, потому что этот цвет, он как бы яркий, но в то же время это такой, знаете, похожий цвет телесный немножко. То есть, если вы такая розовая нимфа, то у вас кожа такого цвета, и вы как будто бы надеваете такие вот босоножки. И они у вас как будто бы вашей, вашей, вашей кожи. Цвета кожи вашей. Вот. И вот такие вот они суперудобные. Они вот здесь вот мягкие. У них очень мягкая вот здесь вот подошва. Сзади пятушка такая закрытая. Опять же, перепонка. Единственный, единственный, на мой взгляд, недостаток, что я бы хотела, чтобы у них был открыт носик. Ну, как бы летом красивый педикюр. Все хочется показать. Было бы неплохо. А так вот, в принципе... Причем они есть много разных видов, разных фасонов. Вот эти вот очень удачные. Тоже очень много лет. Им хорошо сохранились. Они у меня стоят вообще в шкафу. И каждый раз, когда я не знаю, что мне надеть на ноги, я знаю, что мне надо, чтобы было удобно, комфортно, но красиво, симпатично. И не плоский ход, а вот такой вот немножечко, все-таки с какой-то танкеткой, типа каблучком. Но вот в этом случае я их всегда надеваю. Смотрю вокруг себя и думаю... Я забыла принести и показать вам. Но я, поверьте мне на слово, у меня есть еще одни. Просто уже очень долго, очень много времени, я думаю, что вам надоест меня смотреть. Поэтому, поверьте мне на слово, ботинки-сапожки Акс, которые я ношу зимой, не снимая, показывать нечего. Вы знаете, что это такое. Ничего там в них интересного нет. Тоже никогда не выйдут из моды, наверное. И всегда, навсегда останутся со мной. Ну и все, надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Люблю целую. Увидимся скоро в следующем видео. С вами была Дита из Канады. Пока-пока-бали.